Акция началась со спецформы. Она должна была сразу объяснить пешеходам, о чем пойдет речь. Затем инструктаж от педагога, к кому подходить и что дарить. Вот такие вот светоотражающие браслеты, брелки и призывать их быть более аккуратными на дороге в ночное время суток. Также, конечно, хотелось бы призывать не только пешеходов, но и водителей быть более внимательными и уважительными более старшему поколению. На улице Московской, вблизи пешеходного перехода, воспитанники центра дарили женщинам цветы, как бы в продолжении весеннего праздника. И светоотражающие браслеты объясняли, зачем их обязательно нужно носить в вечернее время. Очень удобно одевать и разношу. Хорошо, спасибо большое. Очень приятно. Водители знают, в группе риска на дорогах не только пожилые люди, но и дети. Поэтому светоотражающие браслеты дарили сегодня и самым маленьким. Вот этот браслет, чтобы пасть в видеомашину. В темноте? Да. Отлично. В подарок доставались и специальные журналы. Их издает общероссийская детско-общественная организация «Школа юного пешехода». Очень приятно, что наше молодое поколение занимается вот таким вот добрым делом. Мне дали книжечку, в которой написаны все правила дорожного движения. И когда вот мой малыш подрастет, я обязательно ему все прочитаю и научу. Я очень хочу, чтобы он занимался, наверное, такими же добрыми делами. Как раз сегодня педагоги центра и учили ребят делать добрые поступки. Даже помогли перевезти через дорогу инвалида-колясочника. Ну, я ему помогал, и мне было очень приятно. Приятно же делать добрые дела. Да, и это было очень мило. Я бы хотела, чтобы все мои сверстники помогали пожилым людям, чтобы они тоже участвовали в таких акциях. А взрослые надеются, если рядом с педагогом дети учатся вести себя правильно, и в другой раз они сами поступят так же. Акцию ребят «Безопасность на дороге» может быть захотят повторить и другие школьники города. Елена Австецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова